Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день Павел Михно. И сегодня я спешу познакомить вас с занимательными фактами. Это программа Фрэш Новости, и мы начинаем. Сегодня на территории Гоменской области прогнозируется кратковременный дождь. В отдельных районах возможны грозы. Воздух прогреется до 25 градусов. Ветер северо-восточного направления скоростью до 5-7 метров в секунду. Живопис старейшего гоменского художника Ефима Минивицкого будет представлена в центральной части Дворца Румянцевых и Паскевичей с 25 июня. Выставка «Этого не должно быть» позволит зрителям проследить творческий путь художника и познакомиться с многообразием интересов живописца. Ефим Минивицкий с одинаковым блеском пишет как портреты врачей, писателей, художников, спортсменов, политиков, так и тематические полотна с демонстрациями, строителями и поездами. Есть в его творчестве место военной тематики. Свои картины гоменчанин пишет в особом стиле, разделяя поверхность холста на геометрические фигуры, тем самым создавая необычный зрительный эффект. Искусство традиционное и современное. Цикл лекций под таким названием организуют во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Это совместное мероприятие Дворца и творческой мастерской «Воздух». Проект создан для знакомства посетителей с диалектикой нового и традиционного в истории визуальных искусств. На встрече 26 июня участники обсудят примеры новых прочтений классики, которые позволят по-другому взглянуть на музейное пространство. Мероприятие пройдет в выставочном зале Дворца Румянцевых и Паскевичей начало в 19.00. Шедевры Ветковской школы иконописи представлены в филиале Ветковского музея старобрячества и белорусских традиций в Гомельском парке. Посетители могут увидеть около двух десятков икон 18-20 веков из фондов музея и частных коллекций, а также уникальную фотографию иконописца за работой местечка Ветка Гомельской губернии, сделанную в 1907 году и хранящуюся в фондах Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Широко представлены экспедиционные записи и фотоматериалы, которые проливают свет на историю создания той или иной иконы. Выставка продлится до 14 июля. Эксперты рассказали, как правильно пользоваться мобильным телефоном, чтобы не причинить вреда здоровью. Для этого стоит отказаться от идеи носить телефон в кармане и заряжать его по возможности в отдельной комнате, чтобы избежать пагубного воздействия излучения. Также не рекомендуется разговаривать по телефону более пяти минут за один сеанс. А если предстоит длительный разговор, в таком случае лучше воспользоваться наушниками. По причине гибели пчел фермеры задумались об альтернативных способах опыления растений. Японские ученые предложили заменить трудолюбивых насекомых мыльными пузырями. Наблюдая за тем, как дети пускают мыльные пузыри, специалисты решили создать специальный раствор для опыления. В такую смесь была добавлена пыльца груши, а также ряд дополнительных веществ и полезных соединений. Далее раствор был помещен в пистолеты для запуска пузырей и проверен на грушевых деревьях. На данный момент ученые рассчитывают повысить эффективность технологии, чтобы ветер и дождь не могли мешать процессу. Ученые назвали напитки, которыми можно утолять жажду в жару. Лучше всего для этой цели подходит негазированная или малогазированная вода. Также хорошо утоляет жажду лимонный, зеленый или черный чай. При этом лучшей задачей справится именно горячий, а не холодный. Хорошо утоляет жажду квас, но лучше домашнего приготовления, без консервантов и красителей. Также хорошо избавляют от жажды натуральные морсы и нектары, сок сельдерея с водой, компот из базилика, клубники, черешни, малины или вишни. Но при этом категорически не рекомендуется утолять жажду сладкими напитками. Они могут усилить обезвоживание и нарушить работу почек. Чешские психологи рассказали, как со временем изменяется у человека восприятие своей второй половинки. Чтобы ответить на этот вопрос, специалисты провели исследование с привлечением пар, у которых были как продолжительные отношения, так и тех, кто находился в начале знакомства. Проведенный опрос показал, что новые отношения воспринимаются партнерами совершенно иначе по сравнению с теми, кто имел многолетние отношения. Так, в непродолжительных отношениях партнеры воспринимали свою вторую половинку как далекую от их идеала. Напротив, с годами разрыв между идеальным и фактическим восприятием партнера постепенно сокращался. Так, пары, которые уже привыкли друг к другу, на протяжении долгих лет характеризовали свою вторую половинку как соответствующую их представлениям об идеале. Таким образом, психологи заключили, что человеку свойственно корректировать свои желания в зависимости от того, на какой стадии находятся любовные отношения. Ученые из Британии доказали, что ежедневное употребление черники может снизить риск возникновения старческого слабоумия и повысить концентрацию внимания. Для исследования, которое дало такие результаты, были приглашены 40 добровольцев. Им требовалось каждое утро выпивать по одному молочному коктейлю с черникой и соблюдать другие рекомендации от исследователей. Спустя некоторое время внимание участников стало максимально сконцентрированным, а показатели риска слабоумия стали ниже. Ученые выяснили, что музыка во время физических упражнений благоприятно влияет на здоровье. Она избавляет от усталости и способствует достижению лучших результатов. Специалисты сделали вывод после проведенного исследования, в котором приняли участие добровольцы, регулярно занимающиеся спортом. Британские ученые отмечают, что музыка является весьма сильным слуховым стимулом. Она эффективно справляется с усталостью, апатией и плохим настроением. Мужчина из штата Южная Каролина в США ослушался совета жены, что помогло ему стать обладателем полумиллиона долларов. История произошла на заправке. Супруг увидел, как другой автолюбитель играет в мгновенную лотерею и предупредил жену, что тоже хочет поучаствовать. Девушка категорически была против, однако американца это не смутило. Пока девушка немного прогуливалась по магазину, мужчина сорвал джекпот. Разумеется, женщина не очень обрадовалась, когда узнала, что муж ослушался ее запрета. Однако, когда увидела выигрышный билет, то быстро подобрела. Американские ученые узнали, как поднять настроение всего за пару минут. Оказывается, для этого достаточно слегка успокоиться и каждому встречному мысленно пожелать счастья. Испытуемые, которые применяли такой метод, подняли себе настроение и даже смогли почувствовать себя абсолютно счастливыми. Шведские ученые выяснили, что дети, которые часто играют в видеоигры, знают английский язык лучше их сверстников. При этом любители компьютерных игр имеют хороший словарный запас, хорошо изъясняются на английском и грамотно строят предложения. Эксперты сообщили, что, безусловно, видеоигры приводят к зависимости. В 2018 году игровую зависимость официально признали заболеванием. Психологи рассказали, что любовь между людьми возникает только после четвертого свидания. Научные сотрудники провели интересный эксперимент, где было задействовано несколько респондентов. Так вот, благодаря данной научной работе, медикам удалось опровергнуть ранее выдвинутые гипотезы, которые касаются существования любви с первого взгляда. Оказывается, что любовь появляется только после четвертого свидания. Специалисты из Соединенных Штатов Америки уверяют, что все чувства, которые возникают между людьми после первой романтической встречи, являются всего лишь сильной симпатией. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включите телеканал «Беларусь4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Это были Фрэш-новости. Для вас их готовил Павел Микно. Желаю вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова